Всем привет! Сегодня у нас история подписчица. Сейчас я сначала зачитаю, затем дам свои комментарии. Где-то, может быть, во время истории прочитания буду останавливаться на что-то уже сразу обращать внимание. Так что давайте приступим. Здравствуйте! Очень бы хотел, чтобы вы мне помогли в моей истории и непростой ситуации. Мне очень нравится, как вы все понятно рассказываете про менталитет турок. И ваши советы мне очень помогли в моей банальной истории. Я познакомилась с турком на сайте и знакомась два года назад. О себе. Я из Молдавии, мне 37 лет, есть ребенок 11 лет. С мужем почти не живем вместе, так как он очень сильно пил и дома почти не бывал. Как напьется, то обязательно должен с кем-то подраться, в общем, вляпаться, какие-то большие неприятности. И вот в один из осенних вечеров написал мне один турок. Зовут его Туфан, он из Айвылыка. Он младше меня на 5 лет. Хотела его послать поначалу, но слово за слово и у нас получился очень интересный разговор. И я тогда была счастлива, но, многоточие, через месяц узнала, что он не только со мной переписывается. Так, здесь, стоп, останавливаюсь. Вот смотрите, вы уже в абьюзивных отношениях с супругом находитесь в том плане, что он выпивает, распускает руки и так далее, до конца не развелись. Вопросик к вам. Почему вы вообще с этим человеком продолжаете отношения? Неважно, живу я с ним, не живу. Разведитесь и вообще перестаньте с человеком. Надо прервать связь, а не позволять ему там условно вступать как-то в вашу жизнь, возвращаться домой или не возвращаться. Это первое. Второе. Он мне сначала, турок, не понравился. Я его хотела послать. Вопрос, почему хотелось послать? Был, значит, повод. Что-то вам не понравилось. Это уже предпосылки невротизма, да, когда мы через преодоление, через любовь, через препятствия все равно подпускаем и начинаем, может, какую-то любовь, отношения и так далее. То есть через не хочу, через препятствия, через, может быть, завоевание. У кого-то это бывает завоевание, что меня завоевывали, что я такая принцесса, в замке сижу, не то трогай и так далее. Это разные варианты могут быть. Но я к тому, что вот так начинать историю, когда мне не нравится, а я позволяю общаться, это уже нездоровая информация, понимаете? Уже повод задуматься. Дальше читаем, да, к чему мы приходим. Через месяц я узнала, что он не только со мной переписывается. Я его послала, но через две недели он все равно начал мне снова названивать, присылать видосики и сообщения. Ну вот вы его дальше... То есть вы уже в этот момент... Я ему отвечала, очень холодно, и ему это не нравилось. Он говорил, что я холодный человек. Теперь я понимаю, что не нужно было с ним вообще общаться. Ну вот смотрите, он уже допустил, скажем так, накосячил, и вы его даже через губу, даже холодно общаясь, вы все равно общаетесь. Важен сам факт, не важно, какой форме вы это делаете. Говорит о чем? Причем у меня такая самоцелка, которая мне под уровень моей самоцелки позволяет допускать то, что я не хочу. Я буду жертвы, меня будут обижать. Вот у меня супруг такой был, вот здесь мужик даже в интернете с другими бабами переписывается. А я это позволяю себе подобные отношения. Я себя недостаточно люблю. Я позволяю себя обижать, делать мне боль. А потом от этой боли я сама страдаю, потому что мне причиняют боль, мне неприятно. Продолжаем. Он постоянно меня приглашал в Турцию. Говорил, что хочет иметь много детей от меня и что мы будем счастливы. Я ему никогда не верила, но скуки ради продолжала с ним общаться. Вот смотрите, если вы ему не верите, окей, допускаем. Скуки ради общаюсь. Понимаете, если все это общение просто ради развлечения, тогда он не должен задевать, должен опускаться тот факт, он общается с другими женщинами. То есть это не должно приносить вам дискомфорт, либо какую-то боль, или вас ранить. То есть приоритет, либо вы обманываете сами себя и говорите, что ой, да я общаюсь только ради переписки, чтобы не было скучно, ради внимания просто какого-то. В таком случае, если я узнаю, что мужчина общается еще с кем-то, мне это не должно причинять боль или неудобство какое-то. Я это принимаю, потому что я сама его в какой-то степени использую для того, чтобы мне было весело. О том, что я не живу с мужем, и что у меня есть ребенок, он был в курсе. Его это не смущало. В ноябре 2022 года, может быть 21, ноябре 2022 года еще не начался, Я и мои родители заболели коронавирусом. Я ему об этом написала и решила проверить его на вшивость, попросив от него 400 долларов на реабилитацию и после короны, и еще написала ему, что я решилась приехать к тебе в Турцию. Он начал метаться и сказал мне, что живет с мамой и не может меня принять в данный момент. Деньги тоже не может мне отложить, так как только что начал свой бизнес. Но добавил, что что-нибудь придумает. Я продолжала наставить на своем и сказала, что мне и моему ребенку нечего есть. Я скоро просто сдохну с голоду. Он сказал, что отложит мне эти деньги, как оказалось только на словах. Неделю он вообще не писал после этого. Короче, слился. И я его заблокировала везде. Неудивительно. И так как он обещал жениться в свадьбе за месяц вашего общения, понятно, он просто рассказ не рассказывал, чтобы, дай бог, вы сами себе билет купили, в это все поверили, прикупили билет, приехали с ней, условно легко вас получить, и отправить вас во своясь обратно по туру, например, какого-нибудь, или просто билетом купите. То есть вообще на плане это, тем более не с вами одной общается, такой стандартный поиск легкодоступности, потому что здесь турчанка или другие женщины, другой нации, неважно, в Турции, с него будут спрашивать финансовые вложения, серьезность отношений. Вам можно лучше всего напеть, может, вы где-то там поверите, приедете. То есть он и не планировал ничего вкладывать, ничего серьезного за его словами о свадьбе, детях и прочем, конечно же, не было. Это просто то, что вы хотите услышать, чтобы вас заманить, легко воспользоваться и дальше классно жить. На самом деле мне не нужны были его деньги. Если бы он даже мне их прислал, я бы ему выслала их обратно. В общем, это была просто проверка, и он ее не прошел. Я его выбросила из своей жизни как мусор. Через 7 месяцев он под чужим именем подружился со мной в Инстаграме и начал писать мне. Я скучаю по тебе, это я, Туфан. Я его послала на и заблокировала. Вот такая история. Мне непонятно одно. Если мужчина никак не вкладывается в женщину, зачем он не дает ей покоя? Буду очень рада. Если зачитаете мое письмо и дадите совет насчет того странного поведения со стороны друга. А какой совет? Как бы странный здесь вопрос ко мне идет. Про констатацию, просто вы ждете его поведения. Почему он не дает покоя, если не собирается, не вкладывается в женщину? Зачем он не дает ей покоя? Он развлекается. Вы понимаете, вы упустили одну важную вещь. Быть героем. Геройство это вообще ненормально. Это ненормальные герои, это ненормальные люди, которые себя лишают чего-то или ставят под угрозу своей жизни во благо каких-то аморфных целей. И вот у мужчин таких быть героем очень хочется. Это и гормоны, это эго. Мужчину с ущемленным своим эго, с проблемами определенными, самооценки, эго, осознание вообще себя в этой жизни, реализация себя, с достижениями целей и так далее, и так далее, и так далее. Очень часто это подавляющая тепличности. С определенным своим, короче, багажом проблем. В первую очередь это эго, самооценка и реализация себя. Таким мужчинам приятно общаться, переписываться с женщинами в интернете, на расстоянии, в безопасном, и чувствовать себя героями. Ему нравится так себя вести, чтобы видеть, как говорит женщина, его манипуляция, инструменты его поведения, манипуляция, надавление, красивые вот эти слова, как я и раньше сказала, говорить то, что женщина хочет слушать. И ему классно видеть, что якобы он вот так вот в интернете покоряет женщину, тем самым поднимая свою значимость, свою волю внутри себя, в своей голове чешет свое эго и чувствует себя состоявшимся мужчиной вот хотя бы в этом флирте. О чем ты говоришь, что в реальной жизни именно такой мужчина слабый, неуверенный в себе, а может быть где-то даже забитый, и он вот такой герой, и он вот такой герой ловила с любовника, и такой он смелый, только в интернете, только в переписке, только вот на листе бумаги, назовем так, но не в реальной жизни. Это довольно-таки, я считаю, безобидный вегетарианский способ для ущербных, ущемленных людей поднимать свою самооценку, чувствовать себя чуть лучше, чуть реализованнее, чуть комфортнее. Проблему это не решает, этим людям нужен сам процесс этого, и они от этого кайфуют. Это касается также женщин, не только к мужчинам, но у женщин немножко в другой форме. Здесь на что надо вообще смотреть? На расстояние, то, что это в интернете происходит, не в реальной жизни, что это слова, а не реальное дело. Потому что, в принципе, в интернете, в соцсетях, вот в этом неком созданном, иллюзорном мире, даже в том же соцсетях, как инстаграме, даже те же блогеры и прочее, все туда в копилочку, мы немножко не те, какие на самом деле. Искренних, честных, их очень мало, они, кстати, очень привлекают тем самым свою аудиторию, своих подписчиков. Людям хочется настоящего, но многие, большинство, подавляющее, большинство, наверное, процентов, наверное, 80, приходя в социальные сети, они создают несуществующую свою жизнь или приукрашивают ту, которая есть. Это все нужно для поднятия своей самооценки или закрытия своих подобных потребностей, потому что в реальной жизни сделать это очень-очень трудно. Тебе сразу видно, видно, например, твои реакции, твою неуверенность, тревожность, нервозность, как у тебя бегают глазки и так далее. Люди считывают, что ты неуверенный в себе человек, а вот тогда это может быть любым. Так вот, поэтому не только турки, а вообще очень много и в России мужчин таких, в других странах, неуверенные, слабые люди пытаются создать из себя некую личность, добирают вот этот процесс, им нравится сам процесс добирания, повышения своей самооценки, не пытаются реализовать себя таким образом. На самом деле они просто скидывают свою проблему и ситуационно, мимолетно в интернете чувствуют себя легче. Повторюсь, проблему это их не меняет, никак им это в корне, кардинально не помогает. Это отчасти даже побег, это не решение проблемы, а улучшение своего состояния. И к вот таким мужчинам, девочкам, каким бы они мачо на фотках не были, в соцсетях ходят в качалку или еще какой-то пытаются произвести впечатление. Если это в интернете долго пишущие, не отстающие, обещающие по факту, смотрите на таких по их делам, что они делают. И я вам сразу говорю, это в моральном плане, даже если у него классная, брутальная внешность, это слабый человек, это не факт, что он не ищет для себя какую-то маму или женщину, которая будет им управлять где-то, командовать или где-то его унижать и так далее. Он ждет никого, может быть, подчинения. То есть внешность может быть обманчива, даже если он весь такой красивый расписной. Если он сидит в интернете, у него проблемы вот такие глобальные, я имею в виду. Он весь в переписках, в обещаниях, в любви к себе больше, может, в своей внешности. Короче, вы все поняли, я думаю, все прекрасно, популярно объяснила. Спасибо за ваше письмо и вообще спасибо за ваши комментарии здесь под видео. Что вы думаете, встречались ли вам на пути такие мужчины? Я думаю, встречались, их очень-очень много, такие же и женщины есть. Это не как-то по полу разделяется, это проблема личности, а не половая проблема личности человека, проблема самооценки за этим стоит. Но в любом случае, мы не все не идеальны, не у всех идеальна какая-то самооценка или она высокая. Мы все добираем, мы все немножко всегда фальшивые, и очень часто люди, мы не честны даже внутри себя самим собой, а не говоря уже про соцсети и публику какую-то, остальных людей, зрителей. Спасибо за ваше внимание, жду ваших комментариев в инфобоксе под видео, есть моя почта, если вы хотите психологическое консультирование, консультацию, самую какую-то помощь, пишите на почту с темой письма консультация. Спасибо за внимание, всем пока!